МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2017 год вошел в историю Бурлинского района и всего Приуралья как время успешного завершения второго этапа программы переселения сел Березовка и Бестау. Решение о переселении было принято правительством страны в связи с будущим расширением санитарно-защитной зоны Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Все расходы по обеспечению людей жильем взяла на себя компания Карачаганак Петролиум Оперейтинг БиВи, а строительство нового жилья для жителей сел предшествовала большая работа по планированию и подготовке столь масштабного новоселья. Компания Карачаганак Петролиум Оперейтинг БиВи неизменно придерживается принципов социальной ответственности. Проект переселения в этом ряду – один из крупнейших. В соответствии с постановлением правительства, процесс переезда от самого его начала и до завершения проходил под руководством властей региона. Все расходы взяла на себя КПО. Компания в своей деятельности руководствуется постоянным правилом – добиваться высокого качества на всех направлениях работы. Поэтому сразу же была поставлена цель – провести переселение в соответствии с законодательством РК и международными стандартами. В состав комиссии, которая была специально создана для выполнения этой сложной программы, вошли представители Бурлинского районного Акимата, компании, КПО и общественных организаций. Она в первую очередь учитывала мнения и интересы жителей сел. Проводились встречи, опросы и анкетирования с целью постоянного диалога с жителями деревень, организовывались круглые столы и дни открытых дверей. Некоторые жители пожелали получить благоустроенные квартиры в городе Аксай. Другие решили не менять сельский образ жизни и переехать в дома усадебного типа с земельными участками для подсобного хозяйства. В обоих случаях предоставлялись не только равнозначные, но и гораздо более удобные, более комфортные условия, чем в прежнем жилье. При его распределении комиссия придерживалась следующих принципов. Предоставляемая площадь должна быть не меньше той, которую семья занимала прежде, а иногда и большей, поскольку она исчислялась из расчета не менее 15 квадратных метров на человека. Помимо этого, независимые лицензированные оценочные компании были определены размеры компенсации за хозяйственные постройки и земельные участки. Также каждой семье выплачены единовременные пособия с целью покрытия расходов на переезд и первоначальное обустройство в новых домах. Весь процесс разделили на два этапа. На первом в два многоквартирных дома в Аксай переехали семьи, относящиеся к числу социально уязвимых граждан. Это участники войны, инвалиды первой и второй групп, семьи, имеющие детей инвалидов. Все квартиры были сданы в чистовой отделке с напольным покрытием, к тому же они оборудованы газовыми плитами и кухонными гарнитурами. Предоставленное жилье имеет трехлетнюю гарантию от строительной компании, которая взяла на себя обязательства проводить ремонт за свой счет в случае, если в течение этого срока будут обнаружены какие-либо недоделки или дефекты. Те, кто переехал в Аксай на первом этапе, уже оценили позитивные перемены. Неподалеку от заселенных домов расположены жизненно важные объекты здравоохранения, школы, магазины и центры отдыха. Семья у нас из восьми человек. Мы получили две двухкомнатные квартиры. Каждый из квартир 61 квадратный метр. Итого 120 квадратных метров. Очень довольны. Дети тоже довольны. Квартиры нам понравились. Мы живем с женой. Мы пенсионеры. Все условия созданы здесь. Сейчас нам хорошо. У меня жена инвалид, второй группы. Даже нам лучше, что мы живем сейчас в городе. На втором этапе переселения в Аксай были построены два девятиэтажных дома. В микрорайоне Аралтал возведены 53-комнатных домов площадью 95 квадратных метров и 54-комнатных домов площадью 105 квадратных метров. Все дома имеют приусадебные участки и хозяйственные постройки. Каждый дом расположен на участке в 10 соток. По уровню благоустройства они не уступают городским кварталам. По сути, это целый микрорайон, к которому подведены все коммуникации и проложена дорога. Место расположения, а именно микрорайон Аралтал, выбрано, продумано и удачно. До Аксая расположенного всего в пяти километрах легко доехать. Это удобно для тех, кто уже работает в городе. Обратная связь с жителями Березовки и Бестау с самого начала реализации проекта поддерживалась постоянно. Все пожелания и предложения тщательно рассматривались, проводились многочисленные консультации и встречи для разъяснения прав. Обговорены все моменты по трудоустройству. Учителям и врачам предоставлены рабочие места на новом месте. Фермерам, которые изъявили желание продолжать заниматься сельским хозяйством, предложены земельные участки. Дополнительно предприниматели смогли получить материальную компенсацию за утерю бизнеса в процессе переезда. Чтобы все положения программы переселения были предельно ясны, КПО было выпущено 8 информационных брошюр, в которых даны подробные разъяснения по всему комплексу вопросов, касающихся переселения, а также организованы встречи со всеми жителями для обсуждения конкретных ситуаций и предоставления ответов на вопросы. Как и всегда, к реализации социальных проектов КПО привлекались только казахстанские строительные компании. КПО как заказчик тщательно контролировал качество работ и график их выполнения. Во время строительства мы старались обеспечить высокое качество работ, соблюдение их сроков, а также нормы, требования техники безопасности. Эти параметры отслеживались на постоянной основе. Коллектив понимает, что нам доверена ответственная работа. Надеюсь, что это доверие мы оправдали. Для нашего предприятия партнерство с компанией Карачаганак Петролиум Оперейтинг БиВи – это честь. И вместе с тем большая ответственность. Чтобы исполнять высокие требования заказчика, нужны профессионалы своего дела. Мы стараемся соответствовать предъявляемым запросам. Сотрудничество с КПО позволило нам не только повысить уровень производства, но и сформировать команду высококвалифицированных, конкурентноспособных специалистов. Мы рады, что успешно справились с возложенной на нас задачей. В срок завершили строительство социально значимого объекта. Строительные работы проходили также под пристальным вниманием самих будущих новоселов, представители которых вошли в состав инициативной группы, регулярно работавшей от начала закладки фундаментов до сдачи жилья под ключ. Представители инициативной группы собирали все замечания земляков и доводили их до сведения совместной комиссии для последующего рассмотрения. Мы рады ходу строительства, рады тому, что все-таки к нашему мнению прислушиваются, с нами советуются. Если вот, допустим, взять микрорайон Аралтал, как его сейчас называют, для березовцев очень даже хорошо в плане того, что у кого нет работы, будет недалеко до города добраться. Прозрачность процесса переселения отслеживалась государственным и общественным контролем в течение подготовительного периода, во время строительства и, конечно же, когда новоселы въезжали в новые дома. На строящиеся объекты выезжали депутаты мажелиса парламента страны. Безусловно, работы велись под постоянным контролем Акимата с Западно-Казахстанской области. Стройку неоднократно посещал руководитель региона Алтай Кульгинов, чтобы лично убедиться в качестве и соблюдении графика работ. Переселения жителей сел Березовка и Бестау были на контроле президента страны и для нас главной задачей было своевременно переселить жителей данных сел. Все этапы переселения были максимально прозрачными и находились под государственным и общественным контролем. В первую очередь, конечно же, учитывались интересы жителей сел. Всем жителям были предоставлены условия, не только равнозначные прежним, но и более комфортные. Это результат совместной работы Акимата области и КПО. Регулярно проводились заседания совместной комиссии, на которых рассматривались результаты проделанной работы. Кроме этого, к процессам планирования и реализации проекта были привлечены международные эксперты. ИРМ является международной консалтинговой компанией по экологическим и социальным вопросам и имеет большой опыт в планировании переселений во всем мире и в Казахстане. Это были проекты переселения поселка Тунгуш в Западно-Казахстанской области и поселка Саракамыс в Атыраусской области. Компания ИРМ была приглашена к ИПО для оказания поддержки в переселении жителей сел Березовка и Бестау в соответствии с международными требованиями. Нашей командой была проведена большая работа. Были посещены и опрошены 100% домохозяйств Березовки и Бестау. Был разработан план мероприятий по переселению. А также мы участвовали в проведении дней открытых дверей для двух этапов, где разъясняли жителям варианты возможного переселения, отвечали на их вопросы для того, чтобы они могли сделать осознанный выбор. В Акимате Бурлинского района была создана специальная служба. Работает контактный телефон, по которому любой житель из Березовки и Бестау может обратиться с вопросами или жалобами. Переезд – жизненно важное событие для каждой семьи, поэтому мы предельно внимательно отнеслись к каждому обращению граждан. Поначалу их было немало, все они находились в своевременной решении. В таком важном деле мелочей не бывает. И, конечно, очень важный вопрос – трудоустройство. Его решение оказывается всемирное содействие. Первостепенным для нас, конечно же, было мнение самих жителей села. Было предложено несколько вариантов переселения. Перед началом строительства был проведен опрос. Кто-то из жителей выбрал квартиру в благоустроенном доме, кто-то выбрал дом усадебного типа с земельным участком. Все это в городе Аксай, который является административным центром района. В целом в рамках проекта переселения из Березовки и Бестау переехали более 1800 человек. Все переселенцы получили квартиры в новых многоэтажных домах или частные домовладения в микрорайоне Аралтал в городе Аксай. 70-летняя жумаке Саже прожила в Березовке 20 лет. Здесь выросли и обосновались двое ее сыновей. Создали семьи внучки. Конечно, жалко столько лет прожить. Как лето ремонтируешь, огород сажаешь, выходишь с соседями, болтаешь. Мы будем вместе тоже все березовские в одном доме. Будем друг с другом общаться, так же ходить. Вот это только радует. Ну и с одной стороны, хорошо, что, в общем, благоустроенные квартиры, все удобства там. В ходе проектирования и строительства было продумано все для комфортного проживания людей. Ко всем домам и в Аксай, и в селе Аралтал подведено центральное водоснабжение и газоснабжение. Построены дороги, тротуары, игровые площадки для детей, а также парковочные зоны. Учтены и желания тех, кто не захотел менять частные дома на высотки. Понимая важность и серьезность данного проекта, и несмотря на то, что он был реализован в кратчайшие сроки, хотелось бы отметить, что все этапы строительства были выполнены в соответствии контроле качества и соблюдении всех стандартов и норм Республики Казахстан. Для общего представления хотелось предоставить следующие цифры по проекту. Было введено в эксплуатацию более 50 тысяч квадратных метров жилья и соцобъектов. В районе Оралтал было заасфальтировано более 8 километров общей территории. Было проложено 100 километров труб по воду и газоснабжению. Данный проект действительно был очень важен и серьезен для всех участников. Семья Геймур привыкла жить ближе к земле, поэтому и выбрала дом в микрорайоне Оралтал. В Березовке у них был большой сад и огород. Садоводством супруги займутся и на новом месте. Тем более, что все условия для этого есть. Двор в 10 соток – техническая вода для полива. Дом в Оралтале, который мы получили, он большой, трехкомнатный. Комнаты светлые все, большие. По сравнению с нашим домом, который вот сейчас здесь в Березовке находится, конечно же, он намного лучше. Имеется ванная, туалет внутри дома. Но мы благоустраиваем сейчас территорию своего дома. Уже посадили саженцы. Мы думаем, что на новом месте мы приживемся, пустим свои корни, найдем хорошую работу, устроимся, что все в жизни у нас будет хорошо. Конечно же, родной поселок мы свой не забудем. Всегда будем вспоминать его. Всегда он будет в нашей памяти. Потому что это часть нашей жизни. Это наша малая родина. Увеличение населения на новых местах потребовало расширения инфраструктуры и строительства дополнительных социальных объектов. Например, в микрорайоне Корчаганак-1 построен детский сад, рассчитанный на 320 малышей. Для дошкольного учреждения приобретено самое современное интерактивное и лингофонное оборудование, спортивный инвентарь и все необходимое для разностороннего развития детей. В микрорайоне Оралтал построили новую школу на 300 мест. В этом учебном заведении, соответствующим требованиям современного образовательного процесса, будут обучаться теперь уже ставшие городскими школьники из поселков Березовка и Бестау. В поселке Березовке я прожила 27 лет. 27 лет я проработала учителем казахского языка и литературы. Жаль очень, конечно, расставаться. На новом месте, я думаю, что у нас будет новая жизнь. Жизнь продолжается. Мы ставим новые цели перед собой. Теперь в этом микрорайоне Оралтал школа большая, огромная. И учителя, которые переехали сюда, они все будут работать здесь. Наши ученики придут тоже в эту школу. Здесь, в микрорайоне Оралтал, я получила 4-комнатный дом. Дом очень большой, красивый. Есть участок, где можно посадить огород. Огород, плодовые деревья можно посадить. Можно пристройки построить здесь. Школа находится очень рядом. Работа у нас будет обеспечена, трудоустройство. Все условия в доме созданы. В доме тепло, светло. И думаю, что в новом доме все будет по-новому. К хорошему, как известно, быстро привыкают. Сейчас новоселы успешно обживаются на новых местах и строят новые планы. Впереди большая совместная работа, нацеленная на социально-ответственное партнерство, устойчивое развитие региона и дальнейшее повышение качества жизни западно-казахстанцев. Субтитры создавал DimaTorzok